Здравствуйте! Эфир канала Россия продолжает программа Вести Рязань. В студии Юлия Ларина и коротко о главных темах этого выпуска. Столкновение грузовика и пассажирского автобуса в Михайловском районе. Двое погибших, более 30 пострадавших, шестеро в тяжелом состоянии. Крупный пожар в Касимове. Сгорел заброшенный корпус психиатрической больницы. Усы, лапы и лицензия бойцовых собак в России возьмут на учет. Начнем выпуск с главной темы этого выпуска. По факту смертельного ДТП под Рязанью возбуждено уголовное дело. Виновником ночного ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанской области может быть признан водитель грузовика МАЗ. По предварительным данным, он уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Серьезная авария произошла поздним вечером на федеральной трассе Каспии. В Михайловском районе лоб в лоб столкнулись фура и пассажирский автобус «Москва-Элиста». Раненые доставлены в больницу. Большинство из них – жители Калмыкии. 31 пассажир находится сейчас в Михайловской ЦРБ. 6 человек в тяжелом состоянии, 1 в реанимации. 14 в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших – 8 детей. На место немедленно выехали сотрудники полиции, спасательные службы МЧС и скорая медицинская помощь. Инспекторы ГИБДД вытаскивали пассажиров из автобуса и оказывали первую помощь пострадавшим. Пассажиры автобуса, которым после оказания медпомощи госпитализации не потребовалось, дополнительным автобусом были отправлены домой. По данным полиции, тормозного пути грузовика на дорожном покрытии не обнаружено. Погодные условия и качество дорог спровоцировать аварию не могли. На месте происшествия сейчас работает наш корреспондент Татьяна Чикина. И я передаю ей слово. Ночью было посадлено 31 человек. 18 сразу же уехали после осмотра. Сейчас в больнице находится 11 пострадавших. Один из них в реанимации. Состояние тяжелое, но врачи говорят, что жизни уже ничего не угрожает. Остальные получают лечение. Решается вопрос об отправлении пяти на дальнейшее, соответственно, лечение либо в Рязанскую областную больницу, либо по месту жительства в Калмыкии. Как известно было, среди пострадавших 6 родителей от 5 до 16 лет. Они также в нормальном состоянии. Сейчас только двое остаются в больницах. Удалось пообщаться с водителем грузовика, который по предварительным данным вылетел на встречную пласту. Он уверяет, что не помнит момента столкновения. Помнит только, как очнулся в поле. Спасибо, Татьяна. Мы еще вернемся к этой теме в следующих выпусках программы «Вести Рязань». А пока к другим новостям. Жители Касимова сегодня ночью не спали из-за крупного пожара. Сгорел заброшенный корпус психиатрической больницы. Он располагался рядом с одной из главных достопримечательностей города – Ханской мечетью. Двухэтажное кирпичное здание вспыхнуло около 10 вечера. На тушении работали 5 пожарных расчетов. Пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. К другим темам. В Рязанской области ввели запрет на рыбалку. Он действует с 1 апреля по 10 июня. Именно в это время у рыбы нерест. Кто как и на что ловит, контролируют специалисты рыбоохраны. В рейдпаке с ними отправился мой коллега Дмитрий Мелешкин. Браконьер – зверь хитрый. Выходит на промысел только с наступлением темноты, рассказывают инспекторы рыбоохраны. Еще вчера днем здесь сняли все сети. Спустя сутки рыбалку на рыбаков есть смысл повторить. Поиск сетей – процедура одинаковая что для инспекторов, что для браконьеров. При помощи такой вот кошки в мониторе дно ее закидывают и тралят. Примитивная конструкция этой антиснасти не собирает водоросли и практически не цепляется за кусты. Зато сети схватывает буквально на лету. Стоп, стоп, стоп. Пружинит? Да, да, да. Есть сеть, да? Да, чуть потихонечку назад. Наш улов – китайская сеть. Частый, если не сказать постоянный, гость в здешних водах. По сути, одноразовая снасть стоит копейки. Первая пойманная рыба ее окупает, последующие приносят браконьерам прибыль. Что интересно, ввозить такие орудия лова в Россию законом запрещено, а вот продавать – нет. Как итог, они буквально заполонили водоемы страны. Ну вот и все. Одной сетью меньше. Профилактическая чистка озер и рек от запрещенных орудий лова – один из самых эффективных способов борьбы с браконьерством. За три месяца удалось снять около 50 километров сетей. Хватит, чтобы растянуть по оке от Рязани почти до Спаска. Клечь и щука, как вы видите. Вот здесь судак есть. Вот даже стерлить небольшая попалась. У нас сейчас работает 11 инспекторов. Они распределены в основном по реке Ака в наиболее важных в рыбохозяйственном отношении участках реки. И контролируют они, можно сказать, круглосуточно. С каждым разом, говорят инспекторы, выводить нарушителей на чистую воду становится все сложнее. Их материально-техническая база обновляется чаще, чем у государственных служащих. Да и те, кто занимается незаконной деятельностью постоянно, как правило, имеют своих осведомителей. Тем не менее, в этом году на территории области уже поймали за руку и привлекли к ответственности около 200 браконьеров. Много это или мало, расскажет рыба. А ее в водоемах региона год от года становится все меньше. Дмитрий Мелешкин и Евгений Леонов. Вести. Рязань. Сегодня отмечают свой профессиональный праздник сотрудники следственного аппарата ОМВД России. Следователи раскрывают самые сложные и запутанные преступления. Так, недавно в суд было передано дело с 10 подозреваемыми. Они убеждали родных и друзей брать на себя крупные кредиты на крупные суммы и передавать деньги злоумышленникам. Деньги якобы требуются для развития бизнеса. Кредиты брались. Для этого готовились поддельные документы. Организовывались лжеофисы, которые подтверждали, что заемщики там работают. Но после взятия кредитов они похищались. Порядка 100 миллионов. У 25 банков было в результате похищено. В Госдуме предлагают ввести понятие потенциально опасные породы собак. К ним отнесли американского питбультерьера, южноафриканского бурбуля, кавказскую овчарку и некоторые другие породы. Предполагается ввести лицензирование по аналогии с огнестрельным оружием. Например, в европейских странах завести собаку бойцовой породы может только совершеннолетний гражданин без судимости. Также хозяину придется застраховать ответственность как минимум на 120 тысяч евро. Что планируют сделать в России и какая ситуация сейчас, расскажет Анастасия Захарова. В голосе не угроза, а не терпение. В ладонях у хозяйки заветный мячик. Спартак, которому по человеческим меркам стукнуло 80, резвится в игре как щенок. Питбуль на пенсии, причем официальный. Он работал спасателем МЧС. Не раз находил людей, заблудившихся в лесу. Доброжелательностью пес развенчивает миф о породе, которую принято считать бойцовской, а значит опасной. В своей собаке кинолог Анастасия доверяет воспитывать и чужих щенков, и собственного ребенка. Очень эмоционально относился, например, к тому, что большое количество детей купаются в воде, а он за всеми углядеть не успевает. Он бегает вдоль берега и лает, чтобы они оттуда вышли. Как только они выходили ближе к берегу, все, он успокаивался и продолжал свои какие-то занятия. Да, питбультерьер эмоциональный, но такого понятия, как врожденная агрессия, нет. Ее культивируют искусственно те, кто использует возбудимость породы на ринге, зарабатывая деньги на кровавом зрелище. В распоряжении зоозащитников документальные свидетельства жестокости человека. Это поселок под Рязанью, фотографии собак-бойцов. Их содержат полуголодными в бараках с гвоздями в стенах, чтобы привыкли к боли. Стравливают друг с другом. К чему приводит такое обращение с животными, нетрудно догадаться. Опасные породы – стереотип, причем ошибочные, уверены специалисты. Опасные хозяева – вот настоящая беда. Я бы не стала разделять по породам собак, делить их на агрессивных и неагрессивных, или какие-то другие понятия вносить. Я бы разделила, наверное, больше по владельцам. То есть ответственные владельцы, неответственные. Если у вас нет прав, и вы не прошли курс обучения с собакой, то владеть вы ей не имеете права. Выступая против деления пород на опасные и безобидные, Анастасия, тем не менее, поддерживает другие идеи. В частности, уголовные сроки за жестокость по отношению к животным и колоссальные штрафы за пропаганду живодерства. Только так, по мнению зоозащитников, можно спасти как репутацию собак, так и жизнь многих представителей породы. Анастасия Захаров, Генелионов, Вести, Рязань. Учебный год подходит к завершению. Большинство выпускников школ уже определились с будущей профессией. В этом им помогали не только родители и учителя, но и психологи. Как закладывается фундамент успешной карьеры, узнала Ольга Андреева. До окончания школы меньше двух месяцев. Перед выпускниками стоит непростой вопрос, с кем стать. Ученики 11-го, а 7-й Рязанской школы уже определились с будущей профессией. Я стал бы хирургом, анестезиологом или травматологом. Еще не решил. Но я с детства как-то увлекался различными медицинскими дисциплинами. И мне нравится изучать естественные науки, такие как химия, биология. Я рассматриваю аналитику рынка или экономическую безопасность. Также у меня есть вариант пойти на менеджмент проектов. Поэтому сейчас это совсем новые специальности. Я планирую поступить в Рязанский университет МВД. Считаю, что служба в МВД – это достойная мужская профессия. Не ошибиться с выбором помогают родители и, конечно, учителя. Профориентация начинается задолго до окончания школы. С первого класса детей знакомят с различными профессиями. Кроме того, проводится тестирование, позволяющее определить предпочтения каждого ученика. В старшем звене ведется именно работа по профориентации с учащимися 9-11 классов. Где при помощи тестов и различных диагностических методик они понимают, что из представленных профессий на современном рынке труда им близко и чем бы им хотелось бы заниматься в будущем. Посмотрели, как работает наш приборный завод, один из основных заводов. В музее были этого приборного завода. Были в пожарной чете, то есть мы знакомы с действием МЧС. Ребята посещали курсы визажистов, курсы веб-дизайна. Вот сейчас три человека, которые у меня собираются поступать в медуниверситет, второй год ходят на курсы медицинских сестер. Школьники к выбору будущей профессии подходят основательно. Они уверены, что специальность должна не только нравиться, но и быть востребованной и приносить хороший доход. Поэтому, как говорят учителя, не все стремятся поступить в вузы. Выбирают выпускники и рабочие специальности, такие как автомеханик, повар и парикмахер. Ольга Андреева, Владимир Буданов, Вести, Рязань. Такими были Вести. До встречи в 14.40. Редактор субтитров А.Семкин